на канал из гет поступил такой вопрос как и кому молиться за воинов своих родных и близких если они участвуют в военных действиях ну скажем так что вообще воинство воинство это особый чин который если доводит христианская то ближе к мученискому чину потому что нет больше той любви если кто положит душу свою за друге своя именно в этом есть суть христианского воинства воинство это особая жертвенность люди идут на подвиг конечно не ради денег не ради того что они могут это получить какие-то почести что но за какие деньги можно купить свое здоровье или какими деньгами можно померить свою жизнь или какие почести нужны тому кто страдает сердцем и кто думает не о себе а кто думает о других поэтому войска православное это повторяю особый чин людей но нам нужно молиться за наших воинов и того чтобы они действительно стали войска православным же всего для того чтобы они имели высокую идею стоять за родину стоять за веру стоять за родных и близких для того чтобы господь давал им мужество сердца и того чтобы господь давал им милосердие одновременно помимо мужества для того чтобы господь давал им и много терпения потому что быть воином нельзя не имея никакого терпения все это выспрашивается в молитвах господь говорит просите дано будет вам стучите отворят вам ищите найдете поэтому мы должны просить наше воинство чтобы господь дал им все о чем сейчас говорили мы должны стучать дверь милосердия божия для того чтобы господь был милостив и вдохновил наших воинов на подвиг стоять до последнего ради родных и близких и в конечном итоге ради христа мы будем искать искать милости божия и обязательно найдем ее потому что господь принимает всякую искреннюю молитву которая идет от всего сердца а нет ничего искреннее чем молиться за родных и за близких за тех нацу находится смертельной опасности для тех кто несет свой подвиг то несет свой крест кто относится вот к этому воинскому чину которым сейчас говорили и очень важно помнить о усопших воинах ведь видите смерти как мы знаем верующие люди нет и столько временное успение и душа продолжает имеет иметь связь с телом и очень важно поминать усопших воинов и часто бывает так чтобы мы когда мы приходим на захоронение воинские то как будто бы чувствуем свою необходимость быть там и молиться там как будто нас ждут кого-то нас встречают с надеждой что мы о них помолимся снова и снова думаю каждый кто был на захоронениях воинских скажем время великой отечественной войны использовал что-то подобное что мы там не гости долгожданные родные и близкие те на кого надеются наши воины и кого они просят помолиться поэтому будем молиться и о живых и об усопших и просить чтобы господь наше воинство сделал воинством православным воинством христовым кому молиться православных войнах ну во первых вспомним о святых войнах которые прославились будущее воинами и одновременно имея христианскую святость ну первое что приходит нам георгий победоносец ян воин вспомним об архангеле архистратиже божии михаиле помню больше матери которая особенно помогает воинам который находится смертельной опасности конечно когда человек находится в боевых условиях ему трудно молиться пространными молитвами но всегда можно искренне от души обратился бог господи помоги боже будь со мной господи иисусе христи и сыне божий помилуй меня грешного пресвятая богородица спаси нас будем молиться о наших воинов от всего сердца и краткой пространно и пусть наши воины тоже учатся молиться и пусть самые простые молитвы которые исходят от простого сердца доходит до бога и господь сохранит их за то обращение искреннее обращение к богу за те высокие цели которые они ставят перед собой за ту жертвенность которую они имеют и должны иметь зато любовь которую они имеют к родным и близким которых они защищают ценой своей жизни внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео